Дорогие друзья, соотечественники, когда-то Украина была очень богатой. Она производила ракеты, самолеты, корабли, сельхозпродукцию, а сегодня людям негде работать. От того, что происходит, я в шоке. Сегодня у нас появился магазин живых детей. В Украине продают на официальном уровне детей, и они этому еще гордятся. Суррогатные матери рожают за деньги. Вот оно, достижение европейской Украины и сегодняшней власти. Посмотрите, пожалуйста, этот маленький сюжет. Одним словом, позор. И мне очень тяжело на душе. Рожденные суррогатными матерями младенцы не могли бы соединиться со своими биологическими родителями. Ольга, одна из суррогатных матерей, ее месячный заработок примерно 140 долларов. Те 15 тысяч долларов, которые она получит после рождения младенца для китайской Читы, помогут ей открыть свое кафе. Другая суррогатная мать, ее тоже зовут Ольга Вынашева, это уже четвертого младенца. Она говорит, что порой получить причитающийся заработок не слишком просто. Часть суммы могут забрать себе многочисленные посредники. Для Ольги Курсуновой, ставшей беженкой из-за военного конфликта на юго-востоке страны, вынашивание детей стало источником дохода. Эксплуатацию я бы это не назвала, потому что к этому нету принуждения. Наоборот, ты еще пытаешься найти себе эту программу, потому что конкуренция большая. Но да, сюда идут не от хорошего материального положения. Омбудсмен по правам ребенка Николай Кулеба указывает, что Украина, цитата, становится онлайн-магазином, где можно купить младенцев. Он подчеркивает, что ситуация с юридической точки зрения находится в серой зоне. Согласно цифрам, ежегодно на Украине с помощью суррогатного материнства на свет появляется около трех тысяч детей, примерно треть клиентов, пара из Китая.